Привезли, поставили сруб, затем этих окон не было еще, не было, поставили крышу, поставили минарет. Трудно поверить, что всего несколько месяцев назад на этом месте был пустырь, а теперь красуется новая мечеть. Деревянное сооружение возвели за полгода, все благодаря Святославу Лахину, местному бизнесмену, который сам, кстати, православный. Но другая вера не помешала предпринимателю совершить благородный поступок. Многие верующие мусульмане во время намаза, когда приходит время, утром или вечером, я это всегда наблюдал, они вставали где-то на неудобных местах, где-то чуть по суше, где-то иногда и просто на земле, на грязи, стелили свои коврики и совершали намаз. Трасса М5 «Урал» имеет федеральное значение. Многие дальнобойщики по этой дороге ездят из Турции, Северного Кавказа, Средней Азии. Среди них немало мусульман. Но была и еще одна причина, главная. Супруга Святослава Мадина, мусульманка, для нее любимый бизнесмен и возвел мечеть. Каждый день ходила на строительную площадку. Ну, кушать готовила, кормила их. Ну, всегда здесь была я. Утром, вечером, в обед. Живут Лаховы в соседнем селе. Сейчас строят свой дом. А вот познакомились они семь лет назад. Святослав по работе часто заезжал на местный рынок, а Мадина продавала зелень. Слово за слово, разговорились. А потом и вовсе решили пожениться. Не помешала ни разница в возрасте, супруг старше на 22 года, ни другая религия. Сейчас воспитывают пятилетнего сына. Храм построили по всем канонам, так что полумесяц смотрит точно на Мекку. Строители даже не взяли денег за работу. А новость о новой мечети разлетелась быстро. Спасибо большое, что устроили мечеть вот здесь. Я хочу сказать, что слава Богу. Теперь количество большегрузных машин на этой стоянке близ поселка Иглино заметно прибавилось. Дальнобойщики говорят, что мечети, расположенных вдоль трассы, в России больше нигде не видели. Алина Каматова, Тимур Шерепкулов, Комсомольская правда, УФА.